1816 и, пожалуй, самый странный год в мировой истории. И на этот раз сюрприз человечеству преподнесло не оно само, создав какой-то тяжелый конфликт или войну, а погода. Это был удивительный год, в который лето просто-напросто не пришло на огромную густозаселенную территорию, в Западную Европу и Северную Америку. Вплоть до сегодняшнего дня 1816 остается самым холодным годом с момента документирования погодных условий. В Европе этот страшный год назвали «Год без лета». Ученые 19-го столетия так и не смогли понять, почему настал «Год без лета». Объяснение дали священнослужители. Люди погрязли во грехе, за что Господь наслал на них кару, лишив прообраза рая – земного лета. Только в 1920 году была выдвинута правдоподобная гипотеза о том, что могло стать причиной климатического бедствия в 1816 году. Американский климатолог Уильям Хамфрейс опубликовал статью, в которой назвал основной причиной трагических событий столетней давности извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии в апреле 1815 года. Это было чудовищное извержение, приведшее к гибели 71 тысячи человек, что является самым большим количеством жертв извержений вулканов в мировой истории. Для сравнения, в Помпеи погибло около 2000 человек. Однако извержение Тамбора имело и глобальные последствия. В атмосферу планеты было выброшено колоссальное количество вулканического пепла, что привело к эффекту вулканической зимы. Несколько месяцев пепел распространялся в атмосфере, о чем люди даже не подозревали. В Европе наступил март 1816 года. Уставшие от зимы люди с нетерпением ждали потепления, но март оказался более холодным, чем февраль. Не пришла весна и в апреле, и даже в мае. Европейцы страдали из-за холодных промозлых дождей с градом. В США в то же время на улицах еще лежал снег. Ну вот, наконец пришло лето. Пришло, но только на календаре. Весь июнь и июль в Европе и США наблюдались заморозки. В Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне и даже в Мадриде шел снег. Белый июльский снег. Погодные аномалии усугублялись многочисленными наводнениями, приводившими к немалым разрушениям и жертвам. Но главная беда была впереди. На черном коне в Европу мчался третий всадник апокалипсиса с весами для отмеривания зерна в костлявой руке. Имя этому всаднику – голод. Аномально холодное лето не позволило европейским крестьянам вырастить достаточный урожай. Пшеница, рожь, картофель, капуста не уродили буквально все сельскохозяйственные культуры. Наиболее зажиточные семьи держались на запасах, сделанных в тучные годы. Но еда неумолимо таяла. От бескормицы приходилось резать домашний скот, что лишь усугубляло ситуацию. Уже весной 1817 года стоимость зерна скаканула до невероятных высот. Хлеб, по сути дела, стал роскошью. В Европе начался голод. Не успевшие оправиться от разрушительных наполеоновских войн, люди оказались перед новой, еще более страшной угрозой. Пытаясь спастись, сотни тысяч европейцев отправлялись в новый свет, надеясь, что в Америке у них будет кусок хлеба. Однако и американцы страдали от сильного неурожая. У них тоже не было лишнего куска. Невежественный люд, подогреваемый постапокалиптическими речами пасторов, вовсю говорил о конце света. Разумеется, это лишь ухудшало и без того тяжелую ситуацию приводило к росту преступности на улицах европейских городов. А что же Россия? А Россию обошла беда сия. Победив Наполеона, страна переживала небывалый общенародный подъем. Отстраивалась сожженная французами Москва, общество грезило большими переменами, новыми невиданными свершениями. И природа благоволила русским. Аномальные холода обошли Россию стороной, и лето в нашей стране в 1816 году было довольно тепло. То самое главное, русские, вырастив большой урожай, сразу же пришли на помощь европейцам. Хлеб из России в Европу везли на подводах бесконечными караванами. И хлеб этот, без всякого преувеличения, спас миллионы человеческих жизней. Помнят ли об этом в Европе? Хотелось бы верить, что да.